Хоккейный клуб «Адмирал» продолжил свое шествие в домашней серии встречи с екатеринбургским автомобилистом. После результативной игры с нефтехимиком в этом матче болельщикам пришлось ждать голов почти полтора периода. Хотя еще в первой 20 минутке почти стопроцентные моменты были и у тех, и у других. Гостей в одном моменте спасла штанга. Хозяев выручал налимов. И если голкипер Моряков сначала был молодцом, после перерыва стал рисковать, за что едва не поплатился. Спасали лишь удача и расторопность защитников. Как бы то ни было, счет открыл «Адмирал». В быстрой атаке после череды передач Ткачев вколотил шайбу в ворота. В конце периода автомобилист отыгрался усилиями титчера, который сольно прошел всю оборону Моряков. Дело шло к овертайму, однако гости его играть явно не хотели. Ближе к концу периода все тот же титчер в суматохе вывел свою команду вперед. Приморцам ничего не оставалось, как снимать вратаря и сравнивать счет. Пустые ворота вновь сыграли с «Адмиралом» злую шутку. Коукал вместе с шайбой влетел в рамку, ознаменовав победу автомобилиста со счетом 1-3. Не лучшая наша игра. Первый период планировали сыграть по-другому. Установку не выполнили. Были и стопроцентные моменты, и выходы 2 в 1, однако реализация хромала. За это, собственно, мы и поплатились. Болезненное поражение, так как сейчас очень нужны очки. Ребята все старались. У нас последняя игра в поездки. Сейчас у нас перерыв начинается. Да, мы едем в Швейцарию на клубок Стенберг. Не очень хочется. К сожалению, так получилось, что как бы есть. Поэтому чуть-чуть передохнем. Следующий матч хоккеисты «Адмирала» проведут снова на домашней площадке. 21 декабря приморцы встретятся с казахстанским «Борысом». Имена лучших яхтсменов 2016 года назвали во Владивостоке. Традиционное подведение итогов состоялось в Краевой Федерации парусного спорта в юбилейный десятый раз. Свои награды получили как юные спортсмены, так и старшие коллеги. Всего же итоговое награждение включает в себя уйму номинаций, таких как «Лучший буэрист», «Лучший экипаж» и даже «Юный покоритель стихий». Как бы то ни было, самым главным и почетным призом является звание лучшего яхтсмена. В женской категории награда заслуженно досталась 17-летней Марии Кислухиной. Несмотря на свой юный возраст, у Маши в этом сезоне совсем не детские достижения. Второе место в первенстве мира в классе «Лазер 4.7», а также золото первенства России в «Лазер Радиале». Последняя награда, к слову, предоставила шанс Кислухиной войти в состав молодежной сборной страны. А вот среди мужчин лучшим моряком года оказался Илья Ермаков. Он отличился как на международных соревнованиях, так и на городских. Больше всего в этом году Ермаков запомнился вторым местом в этапе национальной лиги, а также третьей строчкой на всероссийской регате Кубок Ладоги. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.